Бурятов там, чтобы сделать их русскими. Забирали детей специально из этих сел, отдавали их в такие интернаты. И все строилось на том, чтобы они забывали свои языки, чтобы они превращались в других людей уже. То есть с другой идеологией совсем. И Советский Союз, по сути, он лишь продолжил то, что начиналось еще при царском самодержаве. Просто при царском самодержаве была идея православия, как именно религии централизующей, цементирующей скрепы православные. А потом уже идея возникла вообще бросить всякую религию, коммунизм, чтобы был цементирующим началом. Социализм, коммунизм, именно такая идеология. Ну ладно, ну вот просто мне жаль очень, что люди, даже с кем я общаюсь многими, вот в России людьми, просто под гипнозом таким, по-другому не назову это. Под гипнозом именно вот такой империи. Вот, что люди готовы даже вот на крайние просто такие низости идти. Я просто, когда последний раз, нет, последний еще, приезжал тоже как раз сюда, значит, в Киеве, значит, и вот в Черкасскую еще область. И обратим к Виктору туда, в Босивку там. И как раз, пока мы ехали там в Босивку, то, значит, в село вот АТО, по дороге в Лысенке, по-моему, и еще, я не помню, там в двух поселке и в селе, как раз похороны были, похороны. Вот, с АТО, ребят привезли, тела, значит, и там, и там хоронили. И, то есть, я, пока мы ехали, значит, да, то, значит, мы приезжали, мимо одного, одни похороны были, а другие были чуть в стороне, в другом селе, но там тоже вот с травмными ленточками, значит, там флаг был обозначен, вот, и на въезде. Но, что я увидел, да, вот, я приехал только, да, вообще в Черкасскую область смотрю, вот, как люди хоронят вот этих вот ребят, да, вот, как героев хоронят. Вот, ну, торжественно, да, тяжело, да, но все село там собралось, там, там, где, вот, или Лысенки, или где там, там, значит, вообще там все перекрыто, потому что там, ну, в центре города прям, ну, масса людей, там, поселка этого, там масса людей пришла вообще. Вот, я просто знаю, как у нас, ну, если хоронят, сейчас вообще, даже сейчас, даже уже не знаем, сколько хоронят, раньше была хотя бы общая информация, сейчас она уже засекречена уже, уже, и не знаем, сколько уже хоронят уже. Вот, и как хоронят, не знаем даже, и где хоронят, не знаем, вот, а то, как хоронили, тоже и в Орел там привозили, ну, так вот, даже нельзя было бы им говорить, даже тогда, когда еще не было, ну, секретной информации, вот, нельзя было же, ну, так особенно распространяться. То есть похоронили и все, а лишь бы похоронили и все. А потом стали тоже там раз манипулировать деньгами тоже. И там брали, пытались интервью, какие-то журналисты. Ну, знали, что в эту семью привезли труп, единственный сын. Ну, им фейсбешники заплатили. И прямо на камеру они говорят, у нас не было никогда сына. Все, показания свидетелей, соседей, у них сын точно. Фотографии, все. Отрекаются. Сын только погиб, только похоронили. Отрекаются, как будто у них не было никогда сына вообще. То есть настолько деградация в обществе, это страшно очень. И все-таки общество, которое хоронит своих людей, и последний память им воздает такую, оно имеет будущее какое-то. А если вот относятся просто как к какому-то вторсырью, к какому-то отходу какому-то, да, вот, просто вот выпросили, закопали, все, значит, и даже и неинтересно, где, что. Ну, это просто, ну, свое же будущее хоронит общество такое. Своё же будущее. Это очень страшно. Поэтому для меня самые большие были свидетельства, вот, из того, что я слышал от капелланов наших, и вообще от капелланов за эти пару лет, что когда люди... Вот Руслан тоже рассказывал, кстати. Когда вот эти вот люди, даже порой и некоторые бывшие в плену, видевшие насилие эти, значит, там, и... Или вообще вот, как бы, ну, уже воевавшие не первый месяц, потерявшие свои, там, друзей, и всё. Ну, вот, когда на колени остановились и молились, и примерялись с Богом, и молились за этих и сепаратистов, и за Россию благоставляли. Вот для меня это было самым сильным свидетельством. Когда люди... Если люди могут благоставлять своих врагов, могут благоставлять... Это... Вот это как раз та ситуация, когда сам Бог вмешивается в историю. То есть, Он всегда вмешивается в историю, Он и неотделим от истории, но когда явно Его действия в истории, это именно вот как раз вот эти моменты. Поэтому я верю, что... И сейчас уже вмешивается Бог, но в скорое время Он будет очень сильно вмешиваться в историю наших стран и вообще. Поэтому мне очень страшно за Россию, честно говоря, особенно за то, что будет вот после войны. Как бы она ни... Эта война в одну или в другую сторону, не важно. Она уже прошла уже по... по народу. И, конечно, вот сейчас говорю, что даже с капелланами, когда имею общение, да, я знаю, что это, ну, как сказать... Это то, что должно быть. И работа в скором времени у священников будет очень много. Вот даже вот эти вот... Московского париархата, священники, да, я их очень хорошо знаю. Вот я же сам бываю с Московского париархата. Вот я служил вот в Московском париархате вот некоторые годы. Но с 88-го года начался мой стаж там в Минусской православной церкви. Чтец, дьякон, потом с 91-го года священником, по 96-й год служил. Он был настоятелем храма в Рязанской и Брянской области. И, значит, и вот знаю эту систему изнутри немного. И самое для меня, наверное, страшное, как раз тоже, что для братьев, тоже говорю об этом часто, что самое страшное, что многие из этих священников, они, ну, искренне верят в то, что они делают правое дело. Даже убивая протестантов, убивая, значит, там, других иноверцев, они верят, что это правильное дело. То есть это, как бы, отец Глеб Якунин, уже покойный, уже, да, он год назад умер, в декабре. Вот, значит, он как раз написал как-то там книжку, ну, такой сатиры, такой, вот, значит, «Исторический путь православного талибанства». Вот, и вот показал, как раз, эту главную болячку-то вот как раз, что сам дух этой инквизиции как бы витает. И когда капелланов стали в России водить, ну, я уже застал это, то есть, вот, я до 96-го года служил в РПЦ, и уже тогда, вот, в 95-м, 96-м, уже некоторые, вот, мои, ну, коллеги, друзья, да, священники, они стали, ну, как-то служить в воинских частях, вот, ну, шла речь о том, чтобы многим из них стать вообще даже, получить воинские, там, звания, там, и служить уже на полное время, не просто, на случай в случай, на полное время. Ну, а, в принципе, многие из них и имели звания, вот, потому что в 91-м году, вот, при мне в Рязани руку полагали, там, десятки священников, процентов 90-х это были вчерашние милиционеры-офицеры и военные, то есть, процентов 90, не меньше, вот, то есть, и большинство из них, из этих 90%, тоже, наверное, 90%, значит, это люди были, ну, совершенно нерелигиозные, то есть, они даже, там, покреститься правильно не умели, там, как-то, это нужно было все разъяснять, вот, на пальцах, вот, короткий курс молодого бойца, недели-две, и их уже руполагали, и на приход, и, как бы, и, то есть, ну, потому что армию сокращали, милицию сокращали, как бы, значит, там, и, значит, и, вот, пердогали, обзванивали, а даже от военкомата обзванивали, пердогали стать священнослужителем, значит, и партия сказала, вам надо, значит, как бы, в принципе, вот, значит, дошли, и, не то, чтобы все там были неверующие, но большая часть из них была, ну, далекая, вообще-то, от веры, как таковой, хотя были люди, даже, если, там, и милиционеры, там, и военные, но которые, вот, видно было, что они идут туда с каким-то, ну, каким-то чувством, каким-то, вот, пониманием, долгом, и, вот, что, Богу служить, Родине служить, все равно, но идеология очень страшная, даже тогда уже она внедрялась среди священства. В 88-89 годы, тогда еще это было полуофициально, а с 91-м годом уже официально, уже идеология была такая, что, вот, мы Святая Русь, мы Третий Рим, что мы, ну, тогда еще далеко было до Золотой Орды, тогда еще только Третий Рим, вот, значит, и уже шла речь, что, вот, у нас особая миссия, спасли мир от коричневого чумы, спасем мир от Антихриста, вот, значит, пойдем, что миссия Руси, это будет Белый Царь в Москве, значит, и пойдем войной на, значит, на Израиль, на Иерусалим, спасем мир от Антихриста, то есть, в зародуши самом гнездо Антихриста разгромим, значит, и русский царь будет в Иерусалиме, значит, и это преподавалось, как именно пророчество, что должно исполниться пророчество отцов-отцов некоторых там, то есть, некоторые святые отцов там пророчествовали, говорили, что судьба, значит, именно Третьего Рима будет идти в войну на Израиль, миссия историческая, ну, как бы, долгая, программа максимум, программа минимума, она будет где-то здесь, возрождение Союза, значит, он только-только еще развалился, еще первые месяцы, а уже шла речь о перезагрузке, что он будет возрожден, но в большей стиле, вот, священники в это верили, по крайней мере, да, вот, ну, понятно, я-то особо не верил, но верили, в это верили священники точно, вот, значит, но я верил точно в то, что, вот, миссия, думаю, надо же, ну, святая миссия, в принципе, да, значит, идти, вот, но я был далек от военных таких всяких там тематик, но вот те священнослужители, что пошли в воинские части служить, вот, в 95-м году, при мне, вот, как раз, некоторых из них я лично просто хорошо знал, они бойцам, вот, как раньше был, там, ну, урок по информации, там, что-то еще, вот, значит, священники, вот, бойцам читали вот эти книги о России перед вторым пришествием, ну, вот, там, другие подобные, Семенские протоколы, там, насчет, там, насчет Сергея Нивуса, Великого Малым, там, что-то еще там зачитывали обычно, вот, которые откровенно, вот, такие идеологические диверсионные вещи, откровенно, вот, потому что Россия перед вторым пришествием, там, ну, вот, собранием всех этих, вот, ну, суеверий, всех этих ложных проществ, да, поэтому, не знаю, я вот тоже, ну, и сейчас я уже понимаю четко, что тогда вот эти капелланы, которые, ну, священники с капелланами, ну, они тоже в это верили, получается, и тогда, в 96-м уже году, в Подмосковье точно были вот эти бывшие пионеры, какие-то лагеря там, да, насчета, оборудованы, как именно подготовка русской православной армии, она называлась, то есть, они носили ошибки такие же, русская православная армия тогда. Я, кстати, в Донецк приезжал, когда к Подону, Леониду, в Слову Жизни, там, преподавал у них в институте, и я там, как раз сказал, что, значит, что, вот, как получили, как пророчески тогда, еще в 98-99-е годы, там, до 2000-го года еще, вот, что главная угроза для Востока Украины будет не, там, не исламская, там, как там предполагали, там, а именно угроза русской православной армии, потому что идеология такая формировала, что, да, это вот точно, она, ну, новая возрождающая сила, как бы, вот. Ну, это империя, это страшные вещи, потому что, когда Капеллан, он, вот, становится идеологическим работником таким, да, это очень страшная вещь, на службе у империи, вот, а все-таки, вот, как мне тоже понравился, отец Сашко, как он рассказывал, что учим, говорим бойцам, что, значит, не просто воевать, ну, из-за, там, ненависти к врагам, или что, а из-за любви к родине, да, вот, и, вот. Честер, там, по-моему, рассказал эту фразу, что Кристинин, он, там, не про того, что ненавидят того, кто впереди него, а вот, потому что любят того, кто сзади, и там, да, и слова, по-моему, да, хорошо. Ну, так вот можно сказать, если, ну, вот, наши, ну, наши ребята, я очень себя, как бы, ну, все время спрашиваю, а что бы, допустим, там, вот, я бы делал, если бы, ну, к примеру, да, вот, они, там, в плен попали, или еще какая-то, ну, по-разному бывает, ну, вот, ну, я не имею в виду о себе, я имею в виду о том, что они бы попали к нам в плен, вот, там, сепаратисты, или еще чего-то, вот, и в отличие, возможно, от, ну, не знаю, как, там, сепаратисты, или, ну, или ДНР, или ЛНР, как-то, вот, они реагируют на это, но я точно уверен, что, вот, наши бойцы, вот, что мне это очень сильно понравилось, что они их считают за людей, вот это я, для меня это было, как бы, это в первую очередь откровение было, ага, почему, потому что, ну, были разговоры, там, ну, например, там, в первой, ну, в линии обороны, ну, телевизоры есть, и там, соответственно, и их каналы, и все остальное, там, передают все эти программы, и там, они рассказывают о нас, что мы такие всякие, ну, вот, наша страна, может быть, там, и есть какие-то, ну, моменты такие скользкие, вот, но в основном они там, ну, очень много, вот, вот, и, ну, может, помните, купола, когда взяли в этот, в плен, ну, это было, это было, сколько, когда взяли, ну, вот это время, и это были, это был второй, третий призыв, ну, ну, вторая, третья мобилизация, то люди практически, ну, война, и, вот, и мы сидели, и практически очень много, вот так вот сидели, человек, наверное, может, 20, и мы сидели, и ни один, там, не опозвал их, что они вот такие, ну, не могли показывать, там, на этом, но внутри, там один человек говорит, вот бы их, там, всех бы, это, то все, и ребята сидели, говорят, они что же люди? И это, ну, мне как-то, ну, очень сильно, ну, запало ее, и я потом, ну, множество, мы так размышляли, солдаты, и вообще, они говорят, в первую очередь, что это человек, даже если он идет, ну, это человек. Ни разу, сколько, я с первого раза, как столкнулся с бойцами, ни разу, я не видел ненависти, вот, слепой пропагандист, скажи, я в глазах ненавижу, ненавижу, понятно, это противник, его нужно остановить, не враг даже, вот, вы прекрасно понимаете, что есть враги и в другом месте, ну, да, бывают такие, друзья, что и врагов не надо, и там противник, его нужно остановить, выполнить задачу, но ненависти этой, вот этой пропаганды, вот такой вот, что вот все, слава богу, этого нет. По-моему, Сашко опять-таки рассказывал, что, значит, что, вот за вот эти месяцы, потому что он был там, один раз только видел вот такое отношение, такое, да, там один, значит, там был, сепаратист был, там связаны, были руки, его, ну, короче, ну, и сбивал его там один, там, боец, и я подбежал к нему, он говорит, ты что, ты что, а как они наш, а его там, как раз, он, как раз, как раз кастрировали, там очень много ребят, и очень издевались, и, короче, он просто на нем оторвался, значит, стал избивать его, значит, и это, вот, и, ну, и с носока, и все, значит, а потом это, подбежал, остановил его, а потом говорит, ну, это ему, священник говорит, что, ну, а тогда, чем мы отличаемся от них тогда, вот если, если так вот вести, и, короче, он, мы стали молиться, плачет, и этот сепаратист, он плачет, стоит, тоже молится с ними, там, вообще, там, вот, вообще, там, такое вот было, вот, был раз случай такой-то, вот, что вот, и он остановил его, такой бойца, что, да, чем мы отличаемся, да, то, если, если, сейчас, будешь тоже его уродовать, допустим, какой-то, да, и вот, и молились, и вот, что, и сепаратист, смотрит, тоже молится с нами, вот, тоже молится, то есть до него дошло, Искоречивает душ с нашей стороны очень много, и эти парни, которые вот так вот поступили с нами, оставили бизнес-следство. Это вообще трагедия для людей. Я знаю, что многие покончили жизнь с самым убийством. Да, тоже такие случаи были. Очень печальная история. Дух захватывает. Думаешь, как они прошли через это испытание. Очень жаль, что так потонуло. И очень много будет душ всяких раненых, и надо будет служить этим людям. И это еще... Даже когда, говорю, война закончится, это будет еще только началом служения, продолжением. Вторая серия будет впереди еще. Даже вот эти раны в тех же самых селах, поселках, где были боевые действия. Там тоже, ведь когда жизнь ничего не стоит вообще человека. Там тоже рассказывали, когда армия шла, подразделение украинское было. И какой-то дедушка там вышел. Ну, какие-то овощи там, хлеб дал, воды там. Ну, вообще, просто... И ушли. А потом, значит, тут же эти ДНР пришли, да. И соседи тут же сдали дедушку. И вот выбили, застрелили и все. А соседи тут же растащили все его хозяйство, моментально. Вот, кто чем мог, растащил. То есть, это тоже, это настолько вот... И это... Люди не понимают, что они... Ну, ладно, сейчас они там где-то что-то там взяли, да. Значит, не понимают, какое проклятие просто приносит нас на весь род свой. То есть, думаешь, что это сейчас они обогатились такой? Да. Что там? Благословение. Благословение, да. Это проклятие, которое на весь род ложится. И это... Это без покаяния. Это... Оно еще... Ну, как... Прогрессирующе. Да. То же самое, тоже, да. Вот... Ну, дедушка мой родной, получается, моего отца, отец. Вот. Был НКВД. Полковник НКВД был еще до войны, потом. Во время войны тоже. Вот. В этих органах служил. Ну, значит, бабушка это только потом уже рассказала. Случай... Уже... Я уже взрослым был уже. Вот. И то так рассказал так. Мимоходом. Отцу больше даже моему. Ну, вот. Я так поскольку слышал. Вот. И что значит, что у них там товарищ был. В Ригу, когда они зашли. В Ригу. Ну, сразу за Красной Армией сразу шли НКВД. Значит, и в принципе... Ну, в основном, такая работа была такая. Вот. Вот. Ну, грабить и все, короче. Значит. И вот, значит, и... А вот ихнего товарища, тоже полковник НКВД, все, значит, они вместе были. С семьями дружили вместе. И он, короче, оба товарища оставались в Риге. Мой отец в Риге как раз родился тогда. Вот, значит, и уже на оккупирование, уже Советской Риге уже. И, значит, и... Ихни товарищи, значит, он там... Ну, они сразу по городу шли и осматривали, кому что приглянулось. И вот там квартира ему понравилась. С видом прямо на залив. Все, значит, там... Хорошее место такое. И он там команду дал. А бабушку даже не... Я не поняла, что... Ну, что к чему. Это потом уже узнали. Вот мы тоже. Не сразу узнали. Просто той же ночью пришли на эту квартиру солдаты НКВД. Вот его подразделение там. И всех, кто-то был в этой квартире, всех забрали. Зариву вывезли. Постреляли всех. Даже в городной там уже 2 года. Вот. И, ну, война спишется. Постреляли всех. И быстро там что-то... Ремонтик небольшой. И уже чуть-чуть на завтрак, короче. Уже этот полковник там заезжает уже. И вот. Ну, дело было на Олимпиаду в Москве. Вот в 82-м году. Он еще был житель, еще почетный город. Почетный житель города. Герой там. Советского Союза. Ордена, медали. Все. Так и остался житель. В той квартире. Огромная квартира вот. Большая. Вот. Детей почти не... Ну, там и были какие-то. Но... Сами жили без никого уже. Вот. Жилой. Вот. И люди думают, что этим самым они приобретают. Вот. Да. Что значит, что да. Война. А такая возможность хорошая. Как раз. Резко обогатиться. Там, да. Что там. Получить. Привилегии. И льготы. И все. Значит. Не знать, что это страшное проклятие. Как раз. На... На весь род. По сути. На весь род. А потом, конечно, и на земле проклятие. И самое страшное, что человек и уйти может с этой земли. Вот. С этим багажом. Страшное проклятие. Вот. Ну вот. А выход покаяния. За значок. Выход покаяния. И значит. Я помню, как на приходе. Был случай. Я еще не вышел еще из РПЦ. Еще служил в РПЦ. Один офицер. Ну. Уже в отставке был давно. Значит. Пришел. Ну. Как на исповедь. Ну. Первый раз пришел. Так. Чуть не трезвый. Сейчас. Тут Дуня. Ага. Да. Дуня. И значит. И пообщаться. А потом уже и на исповедь приезжал. Короче. Он с такой проблемой, что он не может себя простить. Вот. Уже соток лет прошло после войны. Ну. Он воевал в Африке где-то там. Пембас, Газибар. Еще тогда. Еще. 60-е годы, 50-е. То есть. Давно еще воевал. То есть. Время уж прошло. Там. Будь здоров. Ну. По-моему. 60-е годы. Вот. И. В Африке какие-то там перевороты были. Непонятно там. Ну. Там всегда какая-то война. Их посылали туда. Воевать. И вот он рассказывал. Ну. Они жили в Подмосковье. В Москве. В самой. Сироты. Вот. После войны там много было. Беспризорников. Сирот. И. Их собирали. Вот. Короче. Целая вот часть воинская их была. В Москве. Но вот за забором мы даже и Москву не видели. Вот. Фактически вообще. То есть. Даже Москву не видели. Жили как волки просто. Вообще. В стае. Вот. Такие условия. На выживании были очень жесткие. Просто муштровали. Вот. И. И вот. Сколько их там было. Их там. Сотни ребят. И все. Все сироты были. То есть. Ни у кого никого не осталось. Ни отцов. Ни матерей. То есть. Вот так. И вот их. Их как волков дрессировали там. По сути. Вот. И. Потом значит. Когда самолеты там грузили. Даже не сказали куда их. Вот. Куда они. Где-то для остановки. То есть. Это было секретно. Такая была. Ну а потом уже на месте. Уже. Уже узнали. Что это было. Это Африка. Да. Такая-то страна. Такая-то страна. Вот. И. Значит. Офицерам. Там выдали карты. Эти. Местные. Допографические. Значит. И. Участок обозначили. И вот. Объяснили. Что. Там. Полстанической какой-то там армии там уже нет. Уже. Они отступили. Значит. Но. Надо. Короче. Наказать. И. Вот. Все кто в этом районе. Черные. Всех надо убивать. Короче. Очень. Очень популярно. Объяснили. Так. Два пацана. Несмотря что они как волки воспитывались. Отказались. Вот. Все равно. Их вывели перед строем. Они отказались. Да. Вот. Все равно это делать. Надо же вот. И. Ну. И потом. Там. Водка. Все. Значит. И. Просто всех убивали подряд. И. Вот. Сколько лет прошло. Вот. Уже. С тех войн. Африканских. Сколько лет прошло. И. До сих пор. Вот. Если. Не напьется. Вот. И. Спать не могу. Вот. Просто. Если. Просто. Тупо. Ящик водки. И. Значит. Пьет не ради того. Чтобы. Просто. Чтобы. Хотя бы. Спать. Спать. Вот. А. Ну. Только забываюсь. Сновым год. Нормальным сном. Обычным сном. Не пьяным сном. То. Опять. Снятся эти. Черные. Опять. Ну. То есть. Это. Сколько лет прошло. Десятки лет. Уже. Вот. А. Вот. Батюшка. Я не могу. Понимаю. Что. Бог. Прощает. Там. Сам себя. Сам себя. Не может. Простить. Сам себя. Не может. Простить. Снятся эти. Беременные. Женщины. Дети. Эти. Вот. Плачут. Мы их убиваем. Стреляем. Штыками. Распарываем. Вот. И. Просто. Такое. Хотя. Это было. Все. В пьянке. Казалось бы. Наркотическом. Опьянении. Но. Все равно. Вот. Это. В мозгах. Запечатлелось. Даже. Вот. Это все. Я понимаю. Что без благодати. Здесь. Невозможно. Обрести. Мир. Это как вот та немка. О которой. Помните. В церкви рассказывал. Часто. Вот. Бывший узница панцлагеря. Который. Фашистского. Да. Который. После военной Германии уже. Да. Встретила. В собрании. В церкви. После собрания. Офицера. Бывшего офицера. Дестаповского. Который у них в панцлагере был. Вот. Значит. И. Прошли годы. Да. Он уже отсидел срок какой-то там. Значит. В американской тюрьме. Ну. Это. Ферго. Западный человек в Германии. Отсидел. Ему. Дали. Амнистия. Амнистия. То есть. Он вышел раньше там. Срока. Вот. Как. Уже евангельский верующий вышел уже. То есть. Он всю жизнь встречал христианином. Католиком. Обычным. Ну. Как бы. Все. Религиозным человеком. Вырос в семье религиозной. Вот. Ну. История тоже приводится такая. Значит. А. Реальное обращение пережил уже. Вот. В этой тюрьме. Через. Обычного капеллана. Солдатский капеллан. Армейский капеллан. Американский. Посещал этих заключенных. Вот. Ходил по этим камерам. Предлагал побеседовать. Помолиться. Вот. И вот. Первые. Ну. Какие-то. Ну. К примеру. Месяцы. У него. Не принимал на разговоры. Вот. Этого капеллана. А потом стал. Ну. Принимать. Как бы. Ну. Один сидит. Вот. И стал общаться с ним. молиться. А потом уже послевоенная. Уже. Ну. Уже. Уже. После тюрьмы. Разыскал ту женщину. Вот. Ну. Она. Там везде. Как бы. Они писали. Что она. Грузинца. В этом лагере была. Вот. Да. И. В принципе. Она тоже погибла бы. Их уже приготовили на смерть этих женщин. Группу женщин. Ну. Их быстро хотели всех там. Поубивать. Потому что война уже. Заканчивалась. Как бы. И. Это просто то что американцы там. Союзники эти. Успели вовремя. И освободили их. А так их уже готовили тоже на убиение уже. И. То есть она чудом выжила тоже. И. У нее там погибли родственники. Я не помню точно. Мама. По-моему. Еще там. То есть. Они прятали евреев там. И. Попали всей семьей туда. Короче. В лагерь. Там ушло на смерть все. И. Значит. Она рассказывала. Та женщина. Хотя она. Вот. В этой кирхе. В этой. Она. Как раз. Свидетельствовала. На служении. О прощении. Все. Я кстати. В Германии. Встречал. Бабушек. А тех женщин. Стареньких. Которые тогда покаялись. После войны Германии. Как раз. Через эти свидетельства. Под Франкфуртом. Марииншвеста. Монастырь есть. Который. Основали вдовы. Значит. Немецкие вдовы. Их. Погибших солдат. Погибших солдат. Офицеров. Да. Значит. Генералов даже. Вдовы. Вот. И они взяли. Как бы. Ну. Обед безбрачия. Что-то получается. Значит. Не выходи домой. Можешь остаться. Молиться. Молиться. Значит. И вот. Внести Слово Божье. И. Ну. Больше шла речь о молитве тогда. Значит. И вот. За Германию. Вообще. За Европу. Организовали. Сестры Марии. Вот. Мариншвеста. А так и есть. Базилей Ашлин. По-моему. Там у них настоятельница. Да. 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 Израиля там. Мне так понравилось у них вообще. Так вот. Просто благодать. Вот. И. Я не знаю. Это. Вот. Вот. Эти дни просто. Которые у них там провел. Знаете. Вот. Просто. Как будто бы. Окунулся в такое чистое. Какое-то озеро что ли. Такое ощущение. Вот. Реально. Вот. 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 Видно что здесь вот реально как оазис такой. Обычно по Германии вот всякого видишь. Значит. Как бы много и суеты и всякой и, но и неправды. А здесь вот прям вот именно чистый источник. Как будто бы такой. Как бы не знаю. Удивительно пробит. и вот рассказывали что значит вот они когда а и даже пишет же немка что вот простить не могла чисто физически но по своему не могла простить и только уже когда а он то попросил прощения и протянул ей руку она не могла понимая что хотя война прошла уже давно уже но как будто война и не прекратилась она себя опять видела заключенная его в этой форме представляла опять таки страх такой рабский и внутри просто она змолилась Господь помоги мне Иисус помоги простить его потому что я сама не могу простить его и Бог дал силы протянуть руку тоже обняться с ним простить его и вот они молились вчерашний волк и вчерашняя овца на заклане обреченная уже как брат сестра молились я тоже когда рассказывал об этом что зачитывал говорю братья ну вот реально какая идеология или религия могла бы это сделать никакая идеология никакие психологи не смогли бы с ними так поработать вот сам Бог только может живой Бог вот и признак живого Бога как раз действие живого Бога это не просто какие-то чудеса такие вот даже вовне самое большое чудо это вот примирение когда человек был мелкий когда сердце забирает да и живое да и живое живое сердце слава Богу я скажу такой случай я читал их потом слышал в то время когда вот началась война немцы вывозили евреев была церквушка и когда евреев заглазили они там стонали все это крик был отчаяния крик боли и немцы когда слышали вот этот крик знаешь кому-то воды не хватало кому-то воздуха там же железный сейчас еще один брат придет пообщаться ну ненадолго совсем железный такой этот вагон ага и церковь слышала вот эти стоны они продолжали все больше еще громче петь чтобы заглушить это я слышал тоже когда вот это все происходило вот эти все вещи потом когда прошло 4 года или сколько там в это время рассказывает свидетель я по-моему это в интернете это вычитал что это пишет военный командир пишет я просто не мог вновь этот город не мог остановить солдат была дана команда всех изнасиловать всех убить и уничтожить этот город в котором у нас был гарнизон там все все женщины сбежались в этот гарнизон ну туда мы просто их не могли защитить их всех кого изнасиловали кого убили детей не смотрели ни на кого абсолютно и я вот мне такое местописание приходит что сеяли в то время Бога Божия то и этот то и пожары пожары страшные жары почему потому что церковь молчала тогда в то время надо было говорить понятно что люди были которые говорили они их всех в концлагеря их всех кого куда кого сослали кого убили кого там замордовали в общем ну в общем как-то так ну и если почитать Библию да посмотреть там всех этих героев там Иоанн Христитель всякие рыбашку хоба отсекли говорил тебе не должно брать жены брата твоего там Иеремия того били и вообще очень сильно он пострадал и все вот пророки которые говорили именем Господнем они все все время я смотрел они говорили какие народы так и царям чтобы они изменились да то есть я вот так анализирую мы очень часто берем ну вот израильские народы это израильский то вроде бы берем вещи хорошие знаешь и ну знаете все это так а вот такие мысли приходят посещают что если бы церковь она говорила правильные вещи говорили тем людям кто заседает в кабинетах и все говорили вы вороны и разбойники вы должны оставить эти места вон отсюда может быть что-то и произошло почему потому что думаю что произошло почему потому что Господь на нашей стране если об этом говорить если об этом ну провозглашать ну придет реформа народ 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 начнет внутри меняться то есть придет сила Божия вот и поэтому и вот это вот такая яркая яркий вот этот именно пример такой для меня он как бы я все время помню об этом что что с ними потом случилось это кошмар то есть вроде бы вот вот этих вот пару лет люди пожили как бы казалось ну нормально все но потом пожали пожали страшно изнасилование никого не щадили ни детей ни никого ни взрослых ни бабушек никого всех убили вот как вот евреям тогда вы помните да это Саул еще не стал как ему эти пришли хотим выколоть один глаз говорит давай денег дадим ну что тебе нам наш глаз на евре давай денег дадим ну зачем тебе ну не мы хотим вам поиздеваться ну вот ну вот ничего не надо нам надо выколоть вам один глаз вот и вот точно так же вот да такое такое а все я вот так вот думаю вот ну все должно прийти к единству веры чтобы было одно сердце одни мысли вот эти чувствования вот эти вот все чтобы народ божий вот как один вот а для этого нужно быть во христе да однозначно если не будет человек во христе ну на право абсолютно ну шаблон верующий ну не дает ни православный ни баптизм ну что вот этот статус этот ну что кому он нужен этот сам человек от этого страдает ну я ну еще в репцентре служу и там есть ну веду шаги там есть такая формулировка ну это бессилие когда человек бессилен но беспомощный это ну две терминологии есть беспомощный человек и бессилен бессилен человек это у него нету сил а беспомощный он не может себе не помочь никак и он возвращается обратно мыслями свои там проблемы варится варится и размышляет все время ну есть два источника от кого берут энергию там например от бога и от дьявола все больше нету ну нету мир духовный а человеку дан право выбора то есть он выбирает или добро или зло вот и есть там такая терминология что мы ну выбираем то есть нам нам надо обязательно выбрать вот и бессилие это ну человеку нету сил он и есть у кого-то есть вся сила она у бога но для того чтобы это все надо дать все сферы своей жизни все все там семью дом все-все-все все отдать господню чтобы не осталось все страхи боли отвержения все-все-все все отдать сказать господь все тогда происходит реформа в человеке тогда все меняется когда все сферы посвящены богу он отдал весь полностью и все тогда оно все меняется все преображается и человек начинает жить жить господом жить богом как одно тело вот одна плоть все ты и бог и все и конечно же если человек любит бога конечно он будет любить и брать как одно целое и он будет стараться служить стараться что-то делать быть полезным быть как-то нужным и вот этот человек становится и слушает а господь говорит надо сюда ну все идет туда надо туда значит идет туда чтобы не повелел господь тогда бог может воспользоваться этим человеком в свое время вот аминь да слава богу сегодня много столько записали общение было классно прекрасно все слава богу и пусть бог благословит и всех братьев сестер благоставляем и за капелланов молимся и если бог призывает вас к труду на ниве божьей то вам нужно встать и идти потому что бог он призывает да и он благоставляет и он господин жатвы и он хозяин виноградника этого всего да и он порой обрезает нас там как-то чтобы мы больше плода приносили вот на его небе и тем самым прославится отец чтобы принес много плода а мы ничего не возьмем с этой земли на самом деле но мы возьмем кое-что самое ценное это души души мы поэтому каждый покаявшийся грешник каждый исцеленный больной каждый освобожден от бесов человека это как будто бы еще опять земли отвоеванную царство тьмы в царство света перешедшее и пусть бог живой он действует в наших судьбах во имя христа иисуса благоставляем всех вас благоставляем во имя господа иисуса христа бог потому что возлюбил весь мир возлюбил всех нас людей очень разных с разными убеждениями религиозными политическими всякими национальными бог возлюбил и отдал сына своего за нас и знаете что ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись только иисус христос спаситель господь и ему вся слава и вот это мне что я сам россиянин моя первая родина россии но моя вторая родина украина и мне что в украине вот и говорю я рассказываю часто что самое первое впечатление самое такое хорошее впечатление какое что это было в западной украине когда приехал в западную украину во львов слава иисусу христу люди здоровались слава иисусу христу на веке слава богу святому знаете я я тогда первый день второй ну вот первые впечатления такие были что я на небесах или я еще на земле вообще ущипните меня слава богу или мне даже не так привык слава украине и говорю слава тут такой слава иисусу христу слава на веке богу а что кто-то раз не ожидал да поэтому да тоже слава украине слава нации еще Андрей Шептицкий кстати у него есть беседа дали мне ссылочку значит как раз еще во время второй мировой тоже когда вот пытались заместить вот именно этими словами слава украине слава героям там тоже он как раз говорил что пусть это все эти словословия не затмят самой главной славы славы иисусу христу и он тогда обращался еще как раз его вестник был послан еще тогда там 40 какого-то года во время войны еще потому что мы да значит там слава есть страны слава там людей все но есть слава самое главное чтобы ее не забыли слава божья и чтобы воздавали ему славу и мне очень понравилось вот такое здравое такое наставление такое и поэтому тоже стараюсь значит когда говорят что я говорю слава иисусу христу ага точно слава всех слав иисусу христу у нас было было делать такие буклетики с молитвой очень хорошие побудь мей боже тут земное да там было в штабе ОУН одна молитва такая осталась автор неизвестен ага вот сейчас прочитаю а вы мне сбросите тоже вконтакте есть? я в фейсбуке есть побудь мей боже вот тут земное вот чем у поле рос пол бою среди руины и среди краху не дай пизнати глубине страху не дай упасти с неверою и распач и побратим вам разбегтись в розтяж побудь мей боже вот тут между нами душой у батька слезой у мамы сестри любовью брата плечима чеканием милою и ее очи побудь мей боже вот тут со мной посеред света посеред боли храни от смерти от кули вражаю будь мей боже вартою стражей я тело и душу тоби афирую побудь мей боже земное верую вот он актуален на сегодняшний день это вообще просто делай просто оставляем хлопцы так как на фейсбуке сбросьте это ладно окей да очень хорошая болезнь мы в друзьях в фейсбуке да ну в друзьях да если нет то подружимся мы с вами в друзьях если в реальной жизни друзья то и в фейсбуке да да не но я имею ввиду в этих там в фейсбуке слава богу и пусть господь бог благословит и вот сейчас еще помолимся да значит ну а перед тем хочу просто благословить всех там братьев сестер кто будет смотреть это видео вот неважно какого там вы там патриархата какого там вы направления религиозного что значит самое главное знайте что что иисус есть господь что иисус христос есть царь спаситель бог он есть действительно тот кто пролил за нас свою кровь святую и в нем мы только лишь в нем мы можем быть братьями только лишь боги святом только лишь с ним и в нем пребывая и вот в это братство я верю настоящее которое рушит всякие не знаю просто барьеры границы настоящее братство и это не империя иисус не создавал империю он не создавал порабощение он не создавал братство он создавал действительно новую формацию совершенно по сути христиане это и есть новая общественная формация не та формация которую нам говорили раньше в школах говорили что мы советский народ новая общественная формация которой никогда не было что сплоченные идеи коммунизма социализма атеизма из разных народов в один народ как бы без бога народ безбожник селекционные выводили ради этого эксперимента тогдашние кремлевские селекционеры десятки миллионов людей положили ради вот этого дябольского эксперимента создать один народ сплав сплавить его из разных народов в этот котел плавильные были брошены разные народы но на поверку что мы видим прошли годы и мы видим что бог есть бог и отменить бога людям не получилось и не получится никогда вот и как там писали бога нет карл маркса карл маркса нет бог люди пытаются отменять но последнее слово будет за богом всегда и вот и сегодня пришло время действительно осознать что есть новая общественная формация реальная настоящая новая это божья формация это действительно новый новый божий народ из разных народов евреев неевреев разных очень совершенных людей вот мужчин женщин рогов свободных разных сытых голодных разных людей но во христе иисусе и пусть бог благоставит и знаете вот из-за капелланов особая молитва конечно коль тема такая сегодняшняя встреча отдельная тема пусть бог благоставит те кто уже в труде в этом находится пусть бог даст нести туда где вот как есть красивый такой матери Терезы по-моему да вот обращение там туда где боль нести там исцеление там страх надежду там все вот в этом наше послание в этом послание христианина в этом послании Христова Христова письмо к этому миру это не записка предсмертная вот это как вот недавно повесилась там бабушка в Чергасской области написание в газете вот тоже значит оставила записку предсмертную значит в моей смерти прошу видеть Порошенко и Цюника значит и повесилась бабушка пришли и оставила счета за газ значит что не можно платить ну в одной хате жила может и уже выжила из ума в отчаянии страшная предсмертная записка знаете ли очень страшная но знаете Иисус оставил совсем другую записку предсмертную его письмо к людям это прощение его письмо ко всем и бедным нищим людям и богатым людям ко всем это примирение это спасение и в нем надежда и для олигархов и для богатых людей и для политиков в нем надежда и для нищих людей и для бедных людей потому что бог хочет не через социализм не через коммунизм благословить во Христе благословить в Евангелии народы все пусть бог благословит всех аминь аминь слава богу аминь аминь все